Благодари того, кто обижает тебя, и Бога будешь иметь другом. Никому не наговаривай на врага своего. Подвязайся в любви в целомудрии, в терпении, в воздержании и подобном. Ибо то и есть познание Бога, чтобы посредством смиренно мудрии и подобных добродетелей последовать Богу. Но такие дела не всякому свойственны, а только душе умной. 166. Против тех, кои дерзают говорить, что растение и трава имеют душу, написал я в сию главу к сведению для простейших. Растение не имеет жизнь физическую, но души не имеют. Человек называется разумным животным, потому что имеет ум и способен приобретать познание. Прочие животные, земные, воздушные, у которых есть голос, имеют дыхание и душу. Все растущее и умоляющееся можно назвать живым, потому что оно живет и растет. Но нельзя сказать, чтобы все такое имело душу. Живы в существа четыре различных вида. Одни из них бессмертны и воодушевленны, каковы ангелы. Другие имеют ум, душу и дыхание, каковы люди. Иные имеют дыхание и душу, каковы животные. А иные имеют только жизнь, каковы растения. Жизнь в растениях держится и без души, и без дыхания, и без ума, и без смерти. Но и прочее все без жизни быть не может. Всякая человеческая душа есть присно, подвижна. Когда восприимешь мечтание о каком-либо чувственном удовольствии, поберегись, чтобы не быть тотчас увлечену им. Но несколько остранив его, вспомни о смерти и по мысли. Сколько лучше будет тогда сознать себя победившим эту прелесть в свастолюбии. Бог приличнейшим образом положил преграду злу в людях тем, что даровал им ум, ведение, разум и разрешение добра. Что, познавая зло и что оно вредит нам, мы убегали его. Но безумный человек идет в свет зла, даже величается им. И как бы в сеть попавшись, бьется он, будучи опутан им внутри. И не имея сил возникнуть когда-либо из-под него, чтобы увидеть и познать Бога, все создавшего во спасение и обожение людей. Смертные должны заботиться о себе, зная наперед, что их ожидает смерть. Ибо блаженное бессмертие бывает уделом преподобной души, когда бывает доброю, и смерть вечная сретает ее, когда она бывает злою. 170. Когда склоняешься на свое ложе, с благодарением вспоминаешь в себе благодеяние и промысл Божий. Тогда, исполненный этим благим помышлением, ты полно возвеселишься духом, и сон тела будет для тебя трезвением души, снижением очей твоих истинным видением Бога, и молчание твое, будучи преисполнено чувством блага. От всей души и силы воздаст восходящую горе, сердечную славу Богу всяческих. Ибо когда нет в человеке зла, тогда благодарение и одно пачи всякой многоценной жертвы приятна Богу. Ему же слава во веки веков. Аминь. Устав отшельнической жизни. Даю себе правила, как изречет их Господь устами моими, для тех, кои хотят подклониться под тяжелое иготшельничество. Должно повиноваться всем заповедям, и кто нарушит хоть одну из них, тот мельче наречется в Царстве Небесном. Внешние течения и внешний порядок такой жизни. Удаление от мира и от сожительства с людьми. Кто хочет спастись в миротрещенном образе жизни, пусть не остается в доме своем и не живет в том городе, в котором грешил. Та же пусть не посещает родителей своих и ближних по плоти, ибо от этого бывает вред душе и гибнут плоды жизни. Не возвращайся в город, в котором некогда грешился перед Богом. Не ходи смотреть, как живут родные твои, и им не позволяй приходить смотреть, как живешь ты, и даже совсем не видайся с ними. Духовные отцы наши утверждают, что в пустыне есть самое пригодное место для размышления о смерти и верное убежище от увлечения вещами мерскими, покоящими плотью. Кто живет в пустыне и безмолвствует, тот избавлен от трех браний. От брани через слух, от брани через язык и от брани через видение. Того, что может уязвлять сердце его. Смотри, чтобы не обольстил тебя помыслом, внушая, что в пустыне есть место прохлаждения. Удаляясь от молвы житейской, уединись и будешь странник. Сидеть в келье будет для тебя то же, что отправиться в чужую страну. Когда выйдешь куда, всеми мерами старайся поскорее воротиться в уединилище свое, чтобы предаться молитвам своим. Когда пойдешь на жатву, не мешкай там, но скорее возвращайся в свое уединилище. Когда посетишь какого брата, не имели долга в его келье. Прибываясь в келье своей, держи следующие три занятия. Это рукоделие, чтение псалмов и молитву. Прибывая в келье, вот чем занимаешься. Чтением писания, молитвой к Богу и рукоделием. Каждый день посетишь с девятого часа, встречая субботы и дня Господня, воскресенья. Когда настанет девятый час или в келье свою, внутреннейшую, иди и прежде принятия пищи соверши молитву свою. По вкушению пищи то считай, то молись попеременно. Исполняя молитву установленной часы и ни одного не пропуская, чтобы не дать за это ответа, молитву свою ночью совершай, прежде чем пойдешь в церковь. И всегда, прежде чем пойдешь в церковь, молись в келье своей. В монастыре Святого Славы за час до утренней дают колокол, и все по кельям ходут положенные поклоны. Тысячу пятьсот поясных и сто пятьдесят земных молитвы Иисусовой. И всегда, прежде чем пойдешь в церковь, молись в келье своей. Вообще, прежде и после общей молитвы с братьями, всегда совершай молитву и в келье своей. И никогда не ленить этого делать. Почасту преклоняй колено, и не ленить это делать, чтобы не умереть злой смертью. Когда молишься, не допускай лености, ибо молитва ленивого – праздные слова. Когда молишься и вспоминаешь о Боге, будь как птица, легко и высоко парящая. По обету монашества и значению одежь твоих. Прилежи чтению Писания, они исторнут тебя из нечистоты, или будут разгонять нечистые помыслы. Если будешь постоянно и усердно заниматься чтением Писания, исполнять заповеди, то Божий милосердие пребудет с тобою. Размышляй о делах Божьих и не ленись молитве. Монах, сидящий в келье своей со всомкнутыми устами и Бога не помнящий, похож на разоренный дом, находящийся вне города, который всегда полон всякими нечистотами. Потому что кто не вздумает вынести нечистоты из дома своего, туда их относится. То есть молчит устами, а умом мечтает, помыслами поблажает, сердцем увлекается, что все и есть греховный ссор, бесами в душу извергаемый. Тело надо бы напорабощать и утомлять долгими трудами. Нажнать в себе умеренный какой-нибудь труд для келейного занятия, и сердце твое смиренно будет. Понуждая себя на труд рукоделия, и вселится в тебя страх Божий. Будь прилежен в трудах рукодельнических, и не зайдет на тебя страх Божий. Один и тот же час установи себе для принятия пищи, и принимай ее для подкрепления тела своего, а не для усложнения. Употребляй самую простую и дешевую пищу. Хлеб твой съедай в безмолвии, с воздержанием, и смотри, чтобы сиденье твое за столом было скромно. Не ешь досыто. Не будь жаден и падок на пищу, чтобы не возобновились в тебе прежние грехи твои. Среду и пятницу не разрешай поста. Не нарушай. Мясо совсем не ешь. К месту, где сточат вино, не подходи. Собрание и угощение, общая трапеза, не спеши. Если придешь в такое место, где учреждается общая трапеза, то есть кто собирал всех отшельников, угощал их при церкви, вкуси и воздай благодарение Богу. К трем чашам вина не прибавляйте четвертой, разве только по какой-либо великой болезни. Это не в теле, а на общих трапезах. Вино обычно виноградное, домашнего изделия, небольшой крепости. Не тотчас протягивай руку к тому, что тебе предлагается. Если ты молод, не протягивай руки свои прежде других, потому что это нескромно. Спи мало и в меру, и ангелы посетят тебя. Когда здоров, не снимай пояса своего. Когда ляжешь спать, не влагай рук твоих внутрь, за пазуху, чтобы не согрешил и не знаете. День и ночь будь в пуле твоем, и в манте твоей, и посея одежду твоей, как узики заключений. Не надевай одежду, которая мог бы ты увеличаться и хвалиться. А одежду твою берегись, чтобы в день свидания оказаться тебе нагим, где сон набредишь. Хотя ты вмешаешься быть так, как обязывай одежду. Больше того, что это тебе нужно, не сберегай ничего. Не считай, если что, но это умеренность во всем. Или такое состояние, в котором довольствие еще малым. Любитая настояние – пати почета, утверждение тела – пати покоя. Недостаток и вся потребность – пати и сбытия. Для церкви, в смотрении за церковь и богослужением, должны быть поверяемому, верному и Богу, боящемуся. Как только ударят в билу, не ленись, точно сочи в церкви. Не оставляй его заслужения, вы не будете тебе это в предстоянии ищить. В церкви от них не говори. Не так будь в церкви, как в таком месте, где собирается много народа, то есть, чтобы в душе не было суммы и толкать немного помыслений. В церкви не хорони мерчиша своего, то есть, не занимайся тем, как устроить свои людейские дела. Ни к какому делу, каково бы оно ни было, не приступай, не посоветовавшись настоятелям Авва и монастыря. В дневнике жили каждое особо от других, но все селение их, раздрозненное, было нечто единое, и имело одного главу, как бы, например, об Амакаре, Амонскиту, Келехт и Внитрии. Придаваю Твоим и Высшими Тебя, не размножай слов. Тот твердо держи всегда в сердце Твоем, чтобы слушать Тебя Отца Твоего и вселиться в Тебя в страх Божий. Совершенство подвига Твоего есть послушание, и добро человеку, если он понесет игорь Господня от юности, служит и повинуется. Не будь непослушан, иначе будешь орудием и сосудом всех зол и неправ. Со смирением, плачем прости Отца Твоего, чтобы он оставил тебя в том, чего еще не знаешь, и не будешь постыжен. Вспомни себя того, что напояет тебя добрым учением, и от него старайся вызвать животворные заповеди, и благоуспешную проведешь жизнь по воле Господа. Как написано у блаженного апостола Павла, всем поучайся, в этом пребывай, чтобы успех твой для всех был очевиден. Если ты искренне подполнил вывисовую подвига послушание, внимательно выслушивай, что говорится тебе, и потом добросовестно исполняй то по всей своей силе заповедания. Не скрывай отца своего греха, сделанного тобою. Добрым нравом каждодневно учись у старших своих. Отцов своих духовных люби больше, чем родителей плотских, потому что те заботятся о тебе ради Бога. Так живи, чтобы отцы монастыря, родившие тебя духовно, порадовались славе твоей сонной святых. Всячески заботься о том, что благословение старцев монастыря почивало на тебе. Не всем открывай помосты свои, а только тем, которые могут врачевать душу твою. Не всем открывай помосты свои, чтобы не быть соблазном брату своему. Ко всем имеют приятельское расположение, но не всех имей советниками. Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя. Попечалься с братом твоим, покажи ему доброе участие. Если каждый брат усердно попросит тебя, какой, помочь ему, работай с ним весь тот день. Друзей прежде опробуй испытанием, и не всех делай себе близкими, не всем веряйся, потому что мир полон лукавства. Но избери себе одного брата, боящегося Господа, и с ним дружись, как брат с братом. А лучше всего, приобретись к Богу, как к сын к отцу, ибо люди все вдались в лукавство, исключая немногих. Земля полна суеты, бед и скорбей. Если ты перестал работать греху, то говори во имя Господне и наставляй тех, коих ради хулиться имя Господу. Как они мертвы, отсечены от живого Бога. Постарайся, чтобы они отстали от своих мертвых дел, оживотворились, исподобились получить славу. Обличай и исправляй детей своих духовных, нещадно, потому что с тебя взыщется осуждение, если они окажутся достойными осуждения на страшном суде. Обличай, не щадя, но со страхом Божиим. Не приемли ничьего лица, что бы тут ни был, и отлучай словами истины. Если какой брат придет к тебе и откроет свои помыслы, смотри, никому их не пересказывай, но молись о себе и о нем, да спасет вас Господь обоих. Не отвергай того, кто ищет веры во Христа. Кто не принимает наставления твоих, не говори к тому. Ничего не предлагай кому-либо в правилах, прежде чем сам исполнишь то делом. Величайший из всех безобразий, безобразие есть, заповедай другому делать то, чего сам не исполняешь, ибо никакой не получим мы пользу от чужих дел. К больным. Вставай утром каждый день, забудьте о больных, какие есть у вас. Ходи по больным, и их сосуды наполняй водою. Все, что можешь, все лишнее, раздавай больным монастыря. Если Ава твой представит тебя служить больным, служи им от всего сердца твоего, чтобы двойную получить награду от Бога, то есть за послушание, любовь исполненное. К странникам. Если придет к тебе брат какой, хоть не во время, прими его с радостью, чтобы он воздал благодарение Богу и на тебя не поскорбел. Если брат какой придет к тебе, смири себя во всем перед ним, покажи ему радушие ради Господа, и бойся вознестись гордостью. Лицо твое всегда должно быть печально, разве когда к тебе придут братья-странники, тогда прими вид радости. Взаимное обращение. Будь скромен во всех своих действиях. Во всем поведении своем и взаимообращении с другими усвой себе приемы бедного нищего. Не величайся, никогда ведешь беседу, никогда поешь гимн или хвалебную песню Богу. И когда сойдешься с братьями, слова твои добыт безыскусственны. С отроком и юношей не заводи речи, тем более не своди дружбы. И сожительство таких не принимай, чтобы не дать место дьяволу. С отроком совсем не говори, иначе он будет тебе в преткновении. Не бери за руку подле тебя стажащего брата и не касайся ланить его, старше ли он или моложе тебе. Всеми силами удаляйся от людей, чуждых разума и совета. Если любишь покойную жизнь, не входи в круг тех, у коих вся забота о суетности. Если случайно попадешь в среду их, будь таков, как бы тебя там не было. Об языке. Не возвышай, не издавай голоса, все молчи в теле, разве только для молитв уставом положенных. Бегай, брай не языка, обузывай язык. 103. Немногослов, чтобы не удалился от тебя Дух Божий. Преславное дело хранить молчание, подражая Господу, Который хранил молчание, несмотря на сан Ирода. Когда садешься вместе с подобными тебе верными, избирай лучше слушать и уразумевать, что говорено будет другими, и с готовностью исполнять спасительное. Это будет гораздо лучше, чем говорить самому. Когда придешь к кому, да будет страх Божий в сердце твоем, и уставство их хранить, чтобы в мире возвратиться в теле свою. Муж мудрый хорошо знает, как себя держать, потому не спешит говорить, но взвешивает, где надо говорить, и где слушать. Напротив, муж ненаказанный не хранит этого в тайне держимого управления обуздания языка. Когда сидишь среди братьев, не слишком много говори. Если будешь о чем спрашивать их, скажи то кратко, со смирением. Слова твои добудут сладости и в назидании. Помни, что от слов и слава, и унижение. Не говори с раздражением, но добудут слова твои с мудростью и разумом, равно как и молчание твое. Подражай премудрым отцам нашим, которым слова всегда были полны мудрости и разума, равно как и молчание их. И язык его всегда доследует разумом, потому что слова чуждые разума суть колючие осты и иглы. Бегай лжи, иначе она отгонит от тебя страх Божий. Уста твои должны говорить всегда одну истину. Предметом бесед твоих добудет благодеяние Всевышнего Бога. Этим ты сделаешь себя достойным получить от Него еще большее благо. Не спрашивай о делах злых, но дальше от них держи внимание свое. Не заводи пустых речей, и тем, которые заводят их, не подставляй ухо, чтобы не подчеркнула им зла душа твоя. Ненавидь праздную речь о всем, что есть от мира сего. Как можно воздерживайся от шуток и забавных речей? Не кричи, и не говори громко и скоро, ибо написано, кто умножает слова, тот небезопасен от греха. Не будь упрям, и не настаивай на своем слове, чтобы не вошло в тебя зло, зло, серчание. Не божись совсем, ни в несомненном, ни тем паще, в сомнительном деле, на случай от лучик. Если необходимо за сайт идти в город, не ходи один. Когда идешь за водой или путешествие совершай, считай псалмы на памяти, размышляй. Когда совершаешь путешествие с братьями, отдаляйся от них немного, чтобы сохранить молчание. Идя дорогой, не обращайся направо и налево, но перечитывай со вниманием псалмы свои и молись Богу умом. Потом, где бы тебе не пришлось быть с жителями вместо того, не братайся. В толпу людей мерзких не вмешивайся, но и фарисею не подражай, который делал все напоказ. Женщин, не позволяй приблизиться к себе и не потерпи, чтобы она вошла в твое жилище, комнату, потому что вслед за ней идет буря помыслов. Женщина, не ешь вместе и с отроком не входи в содружество. Никогда. Когда придется где ночевать, смотри, не покрывайся одной и той же одеждой с другим тем. Не ложись на одной рогожи с тем, кто моложе тебя. Двое вместе не спите на одной рогожи, разве заставит крайняя нужда. Хотя бы это был отец или брат, и это допускай с великим страхом. В гостиницах монастырских не засиживайся. Будь ревностей на стяжании добродетели, чтобы иначе не привлечь к себе нерадение. Бойся охлаждения любви божественной. А добрых дел, к которым приступил ты, не возвращайся вспять. Не возвращайся вспять к пути уединения твоего. Не оставляй трудов, которые несешь ты ради добродетеля, чтобы не сделаться ленивым и нерадивым. И не погрешить в последний час. Но люби Господа до самого конца и получишь милость. Как развалины вне города служат всем для отложения смрадных нечистот, так душа того, кто лениво и вяло проходит уединенную жизнь, бывает вместилищем всех страстей и нечистот греховных. Если ты предал себя Богу, соблюдай все его заповеди и что тебе повелевается. Делай то тщательно, ничего не опуская. Потому что если думаешь опускать все, то не отпустятся тебе прежние грехи твои. Если же твердо положишь исполнять все до положения жизни, то будь уверен, что прежние грехи твои уже прощены. 140. Мысли твои постоянно должны быть заняты божественными заповедями, которые старайся исполнять всеми силами, не оставляя ни одной, чтобы иначе душа твоя не сделалась вместилищем всех нечистот. Если приступаешь к какому делу и не видишь на то воли Божией, ни за что не делай того. Всевозможно, старайся о том, чтобы славился через тебя Отец твой, который на небесах. Ради тленных вещей не отступай от Бога, но помни, что обещал ты, когда пламенел в тебе жар стремления твоего к богослужению. Старайся не забывать значение одежды твоей, которой обречен ты был вначале. Помни о слезах покаяния твоего, которые пролиты были тобой и тогда. И поспешно отскочи от подкрадывающихся тайно помышлений недобрых, чтобы не было увлечено ими не быть и на явные дела. Постоянно, искренне приноси покаяние и ни на одну минуту не предашься ни родения, ни лености. Не бери пример с того, кто слабее тебя, но с того, кто совершеннее тебя. Да будут тебе в образец и пример те, которые возлюбили Господа от всего сердца своего, постоянно принадлежат добрым делам. Не стыдись просить у них себе уроков жизни, потому что они совершенны в добродетели. Не подражай тем, кое заботится о прохлаждениях мирских, иначе ни в чем не будешь иметь успеха. Но соревнуй тем, которые ради Господа скитались и скитаются в горах и пустынях. Да придет на тебя сила свыше. Если будешь исполнять все заповеданное, то получишь наследие, которого ока не видала, о котором ухо не слыхало и сердце человеческое не помышляло. Употреби свет веяния на то, чтобы сподобиться быть вроде праведных, пока есть время о смерти и суде. Помни, что юность твоя прошла, силы истощились, немощи возросли, и что близко уже время исхода твоего, когда имеешь ты дать отчет во всех делах твоих, и знай, что там ни брат не искупит брат, а ни отец не избавит сына. Всегда поминай об исходе из тела и не выпуская из мысли вечного осуждения. Если будешь так поступать, вовеки не согрешишь. 153. Думай сам себе и говори, я не пробуду в этом мире больше нынешнего дня, и никогда не согрешишь перед Богом. Всякий день полагай сам себе, что этот один день остался тебе в мире всем, и сохранишь себя от грехов. Келью твою преврати в темницу, содержа в мысли, что все уже для тебя кончено, и вот-вот ударит час от решения твоего от мира сего. Блюди себя, чтобы не быть отверженным в будущем веке. Горе нерадивым, ибо приблизился конец их, и нет им помощника, и надежды спасения. Помощь свыше привлекаемой молитвой. Господь наш Иисус Христос да подаст нам помощь, все делать к благоугождению Его. Прежде всего, молитву непрестанно изливай, всегда благодарение высылай Богу за все, что не бывает с тобою. Напрягайся непрестанно изливать молитвы со слезами, чтобы жалился над тобой Бог и совлек с тебя ветхого человека. Не переставай проливать слезы молитвенные, и Бог жалится над тобой и облегчит все твои болезненные, все, о чем болит душа твоя. Если хочешь угодить Богу, предайся Господу Иисусу Христу, и Он избавит тебя и защитит. Старайся проходить следующее. Мною тебе предлагаемые подвиги, труд, нищету, странничество, лишение, ничего, неимение и молчание. Они сделают тебя смиренным, а смирение принесет тебе отпущение грехов. Смирение же состоит в том, чтобы человек считал себя грешником и думал, что он ничего доброго не делает перед Богом, чтобы прилежал молчанию и себя вменял не во что, чтобы не упорствовал не перед тем, настаивая на своем слове, чтобы отлагал свою волю, лицо опускал долу, смерть имел перед очами, остерегался лжи, пустых не произносил слов, настоятелю не возражал, терпеливо сносил обиды и нудил себя благодушно переносить всякие притрудности и бесскорбности. Постарайся, брат, соблюдать эти правила, чтобы не была бесплодной жизнь твоя. Отстрани все, что доставляет покой плоти нашей. Жизнь это будем мало ценить, чтобы жить в Боге, который в день туда потребует от нас. Алкали ли мы ради Его, жаждали ли, терпели ли наготу, сокрушались ли, спинали ли из глубины сердца нашего, испытывали ли себя самих, достойны ли мы Бога. Итак, будем прилижать сокрушение, сетование о грехах, чтобы обрести Бога. Презрим плоть, чтобы спасти души наши. Избери себе труд, и он вместе с постом, молитвой, бдением избавит тебя от всех скверн, потому что телесный труд приносит чистоту сердца, а чистота сердца делает то, что душа приносит плод. люби милосердие, облекись в веру, не попускай сердцу своему замышлять злое, но помуждая его воздавать добром за зло, взыщи благостыни и мир, и ревнуй о всех прекрасных делах. Душа твоя добудет Господа во всякое время, тело же твое пусть будет на земле, как изваяние и истукан. Стой всегда при лице Господа с правотою. Страх Божий всегда должен быть предачами нашими, также память о смерти, неприязненное отвращение к миру и всему мирскому. Умирай каждый день, чтобы жить, ибо кто боится Бога, тот будет жить вовеки. Бодрствуй непрестанно, чтобы не впасть в леность и нерадение. Возненови все мирское и отдали его от себя, иначе оно само отдалит тебя от Бога. Ненавидь все, в чем есть вред для души твоей. Что бы ты ни делал, делай то с терпением, и Бог поможет тебе во всех делах твоих и во всем, что не случится с тобою. Смотри немалодушествуй, будь благодушен во всем, что не делаешь по воле Божией, не скучай из-за помысла, которые нападают на тебя в келье, зная, что Господь никакого труда твоего ради его не предаст забвению, это послужит тебе к преуспеянию, и благодать Божия поможет тебе. Мужество есть не что иное, как твердость в истине и сопротивление врагам. Когда не уступишь им, они отступят и совсем не покажутся более. День и ночь боли о грехах своих, вожги светильник твой и леем слез. Непрестанно плачь о грехах твоих, как бы ты имел мертвеца в келье своей. Лицо твое всегда должно быть печально, чтобы вселился в тебя страх Божий. Не считай себя чем-либо, но предавайся плачу о грехах твоих. Возлюби смирение, и оно покроет все грехи твои. Будь смирен во все дни жизни твоей и прилежи всему прекрасному. Того, кто слабее тебя в добродетелях, считай равным себе, равного же себе в добродетелях, почитай гораздо превосходящим тебя в совершенстве. Не завидуй тому, кто идет вверх, но лучше всех людей считай высшими себя, чтобы с тобой был сам Бог. Не ходи с гордыми, но ходи со смиренными, это и подражание и содружество. Будь во всем смирен, в осанке, в одежде, в сидении, в стоянии, в походке, в постели, в хелии и во всех принадлежностях ее. Если станут хвалить тебя за дела твои, не радуйся тому и не услаждайся тем. Утаивай их сколько можешь. Не позволяй себе кому-либо говорить об них и всячески постарайся достигнуть того, чтобы люди не хвалили тебя. Бойся сделать известным по какому-либо из дел твоих. Если кто укорит тебя безвинно, в каком грехе, смири себя и получишь венец. Приучи язык твой говорить «прости мне» и придет тебе смирение. Навыкни, чтобы язык твой во всех случаях, во всякое время и всякому брату говорил «прости мне». Ибо если будешь всегда говорить «прости мне», то скоро достигнешь смирения. «Будь готов при всяком слове обличительном, которое слышишь, говорить «прости мне», потому что такое смирение расстраивает все козни врага. Знаю, что смирение есть не иное, что как чтобы всех людей почитать лучшими себя. Твердо содержи в уме своем, что ты виновен во многих грехах. Голову свою держи поникшей долу, а язык твой пусть будет готов сказать тому, кто нанесет тебе обиду. «Прости мне, владыка мой, постоянным же предметом помышления твоего да будет смерть. Люби труды, всем себя подчиняй, устав свои держи заключенными и достигнешь смирения. Смирение же привлечет отпущение всех грехов твоих. Прежде всего не считай себя чем-либо, и это породит в тебе смирение. Смирение же породит науку, опытность и здравомыслие. Наука же родит веру, вера же родит упование, упование же родит любовь.